Привет, друзья! Сегодня я расскажу об отечественном фэнтезийном боевике 2017 года, снятом режиссерами Джанником Файзиевым и Иваном Шурховецким о нашествии хана Батея на Русь и взятии Рязани монголо-татарами в 13 веке. Фильм называется «Легенда о Калаврате». Орда пришла! Голос рассказчика повествует о том, что Евпати родился в год, когда татарский князь Чингис победил войско русов на Калке, положив пленных князей и воевод под помост и пировал на нем, задавив всех насмерть. Парень делал все, чтобы вырасти настоящим воином, но бывалые ратники только подсмеивались над ним, а Ратмир приставил его к своей дочери Насте, чтобы следил за девчонкой во время прогулок в лес. Она и дала парнишке прозвище «Калаврат» после того, как увидела его упражнение с палками. Однажды отряд Ратмира попал в засаду. Пока воины дрались, Евпатий успел отправить Настю за подмогой, а сам поднял оружие павшего ратника и встал спина к спине с воином. Только враг метнул оружие и, спустя много лет, взрослый уже Калаврат просыпается от страшного сна. Прошло 13 лет, а он до сих пор помнит тот бой и ту рану. Враги тогда сочли его мертвым и бросили там же в лесу. Но парень очнулся к утру, и теперь он служит десятником у князя Рязанского. После той давней травмы он часто забывает настоящее имя. И тогда его жена, Настя, рассказывает ему, что он делал прошлым днем. А еще напоминает, что у них двое детей – сын Ваня и дочь Ждана. В тот день ратник Каркун зовет Калаврата на стену. Вблизи Рязани заметили всадников. Князь Юрий обеспокоен. Незнакомцы мчатся к городу без опознавательных знаков и криков. И когда рязанцы уже были готовы встретить гостей стрелами, выясняется, что это прибыли гости из Брянска. Пока мужчины демонстрировали друг другу свое ратное искусство, сын князя Юрия, Федор, напоминает Калаврату, что сегодня состоятся крестины его сына. А потом вызывает подопечного десятника на бой, но быстро получает урок за свое зазнайство. Евпати дарит жене свистульку, такую же, какая была у той в детстве. Настя прячет ее в ларец, где лежит множество таких же. Евпати изумлен. Он каждый день дарит ей свистульки. Позже Евпати крестит сына княжича Федора. В это время посыльный сообщает, что к городу подходит орда. Начинается паника. Но Калаврат просит батюшку продолжать обряд. Рязанцы сходятся на стенах города. Люди с ужасом разглядывают огромную рать врага. Князь Юрий собирает совет, на котором его бояре советуют откупиться от врага. Федор же рвется в бой. Его воины один десятерых стоит. Но отец принимает другое решение. Он отправляет к ордынцам посольство, состоящее из его сына, Калаврата с воинами и купца Василия. Пока они будут тянуть время, к Рязани подойдут войска из других городов русов. В городе царит паника. Люди пытаются вырваться за стены и спрятаться в лесах. Князь Юрий подходит к Калаврату, чтобы сообщить о своем решении и просить о помощи. Жена Калаврата, Настя, пытается уговорить князя не посылать Евпатия, ведь у него беда с памятью. Но Евпатий соглашается исполнить просьбу князя. Близкие прощаются с послами, которые собирают дары хану. Евпатий берет с собой знахаря Захара в качестве переводчика. Настя отправляет с мужем свою служанку Ладу, чтобы девушка напоминала Калаврату события прошлого дня. К тому же ей доверена книга, где записываются события его жизни. Оставшиеся в городе провожают посольство, а князь следит за ними со стены города. Послы преподносят хану Батыю дорогие подарки, а он угощает гостей кумысом и сообщает, что он ничего не хотел от рязанцев. Они сами к нему пришли. Он намерен стать хозяином этих земель и пощадить тех, кто встанет перед ним на колени. Но Калаврат напоминает владыке старую русскую пословицу «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». За храбрость хан дарит десятнику охранную пайсцу. Гостей усаживают за стол, который стоит на плечах пленных русов, среди которых находится Иратмир. Они предупреждают рязанцев о готовящемся нападении. Послы успевают выбраться из шатра. Разгорается бой, в котором княжич Федор погибает, защищая отступающих товарищей. Выживших Калаврат уводит из ставки хана. Баты не преследуют беглецов, поскольку начинается метель. Евпатия рассказывает Ратмиру о Насте и их детях. И вдруг навстречу ратникам выходит огромный медведь, которого сопровождает монах-чернец. Он приглашает беглецов в свою пещеру, где они остаются на ночевку. Калаврат просит чернеца найти траву для восстановления памяти. Чтобы не уснуть, он вспоминает карту, виденную в шатре хана. Взяв у лады свою книгу, он восстанавливает направление движения Орды. Утром метель утихает, и дружина Калаврата идет к Рязани, но находит только груду обгоревших обломков. Ошеломленные воины идут по руинам и видят, что происходило в городе, и как терзали князя Юрия, как его дочь убила Ордынца и сама пала под мечом. Как жена Федора с новорожденным сыном бросилась с колокольни, чтобы не попасть в руки врага. Евпатия идет к своему дому и понимает, что его семьи больше нет. Калаврат и его друзья поднимают на останки колокольни уцелевший колокол, чтобы собрать выживших. Услышав его звуки, в город приезжают завоеватели. Калаврат, Каркун и оставшиеся в живых воины дают отпор. Люди испуганы, теперь месть ордынцев неминуема. Калаврат отправляет послов во Владимир, Коломну и Муром просить помощи, пока они оттянут силы татар на себя. Оставшихся в живых горожан он отправляет в пещеры. Знахарь Захар варит зелье, которое рязанцы выливают в реку. Ордынцы, стоящие лагерем ниже по течению, пьют эту воду и вскоре начинают ощущать последствия отравления. В этот момент в лагерь прилетает стрела, к которой привязано послание Батыю. Субэдэ отправляет десяток воинов, которые попадают в засаду и погибают от стрел русов. Внезапно Калаврат падает. Лада в ужасе. Она думает, что в десятника попала стрела. Но он просто спит после трехдневного бодрствования. Лада молится Богородице о спасении земли русской и Евпатии, после чего идет будить десятника. Но что-то идет не так. Калаврат вырывается и не может прийти в себя. Каркун напоминает о последних событиях, а он просит у девушки прощения. Князь Владимир принимает посланника Евпатия. Он выясняет численность ордынцев, но, услышав о двух десятках ратников Калаврата, смеется. Он надеется отсидеться за стенами своего города. Отказывает в помощи и правитель Мурома. Тем временем Калаврат организует нападение на лагерь монголов. Часовые принимают их за призраков и не успевают поднять тревогу. Рязанцы добираются до огнеметных машин и обстреливают лагерь хана Батыя, а также посылают вторую часть письма от Калаврата. Батый взбешен происходящим. К Субидею привозят третьего посланника Евпатия. В лагере Евпатия воины празднуют свою первую победу и ложатся спать в надежде, что утром придет подмога. Ночью Лада приходит к Евпатию. Она будит его и называет себя женой. Но он помнит Настю. Наступает рассвет, и дозорный сообщает, что к ним идут русы. Калаврат спешит навстречу, но находит только погибшего от рук татар своего посланника. И тут же видит ордынцев, которые выходят из засады и нападают на Калаврата. Десятник принимает бой. Лада бросается за помощью. Субидей, увидев, как он владеет двумя мечами, вспоминает парнишку, встреченного им когда-то давно в лесу. И бросает свое тогдашнее оружие. Но теперь мужчина ловко отбивает его. А когда кажется, что гибель Евпатия неминуема, вдруг поднимается метель, а из леса появляется медведь-монаха и дружина Калаврата. Большинство ордынцев погибает, а оставшиеся в великом ужасе бегут к Батыю. Потрясенный Субидей отказывается воевать с духами, потому что напавшие на них сегодня не могут быть людьми. Рассерженный Баты велит разворачивать войско и отправляться на Калаврата. Чернец Нестор отпускает своего медведя в лес, но зато приводит собранных по лесам мужиков, оставшихся в живых после прохода Орды. И тут Каркун сообщает, что ордынцы так и повернули в их сторону. Это вызывает ликование ратников. Но Нестор расстроен, с ним множество сирот, которые нужно куда-то спрятать. Решено поставить на Сани парус и по реке отправить детей подальше от войны, а самим держать войско ордынцев, чтобы дать детям уйти. Евпатия обращается к Каркуну. Только он может спасти детей. Прощаясь с детьми, Калаврат горюет. Завтра он их не вспомнит. Лада успокаивает. Зато они его никогда не забудут. Сани с детьми отъезжают. Калаврат и его люди готовятся к грядущему бою. Рубят деревья, готовят щиты и укрепления. И вот, стоя на пришивой горе, они видят войско татар, которые подходят к возвышенности. Баты в парадном облачении усаживается в кресло и отправляет воинов на штурм. Они пытаются взобраться на гору с помощью крюков, но в последний момент рязанцы сбрасывают навстречу огромное бревно и отбивают атаку. Рязанцы празднуют первую победу. Сани Каркуна застревают в лесу. Мужчине приходится на себе вывозить их к реке. Баты отдает приказ лучникам, и в русов летят стрелы, но пока они не могут причинить вреда ратникам, укрывшимся за щитами. Тогда Субэдэй командует ближний бой, и ордынцы опять идут в атаку. Сражение закипает на самой горе. Рязанцы доблестно отбиваются, но силы не равны, и они погибают один за другим. На глазах изумленных ордынцев Калаврат сходится с Субэдэем и одним ударом сносит его голову с плеч. На реке Каркун пытается поднять парус, но веревки замерзли, и тогда дети начинают отогревать узлы своим дыханием. Оставшиеся защитники горы продолжают отбивать атаки. Кто мечом, а кто и просто бревном. Потрясенный Баты начинает переговоры, но Калаврат возвращает ему его же слова. Рязанцы не хотят от них ничего. Орда сама сюда пришла, и если русы им мешают, пусть придут и убьют их. Баты приказывают привезти камнеметы. Начинается обстрел горы. Горящие камни разметывают укрепления. И тут Калаврат видит удаляющийся парус. Дети спасены, а в следующий миг Евпатий падает от удара прилетевшего камня. Израненный Калаврат приходит в себя. Он помнит все. Из последних сил Евпатий идет к шатру Батыя, вытянув вперед руку с пайстцей хана. Татары не смеют его трогать. Перед смертью Евпатий называет свое имя. Он просто русский воин. Калаврат роняет в снег пайстцу, и Баты встает на колено, чтобы поднять ее. Калаврат усмехается. Вот хан и встал на колени перед русским воином. Баты восхищен мужеством русского. Приказывает похоронить его с почестями и сложить над его могилой курган. Рассказ о Калаврате оканчивается на берегу Чудского озера, где уцелевший Каркун ведет воинов в бой на меченосцев на защиту русской земли, как завещал Калаврат. Любителям исторической правды не сюда. Жизнь и смерть реального рязанского Евпатия Калаврата совершенно не укладывается в концепцию картины. Но, может, это не главное. Может, это сказка про несказочного героя, обладающего сильным, смелым и верным характером. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете об этом фильме. И не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться.